Слово предоставляется Константину Михайловичу Труевцину, тема кандидату философских наук, старшему научному сотруднику Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения, тема его доклада «Развитие ближневосточного конфликта. Конфессиональная составляющая». Уважаемые коллеги, очевидно для всех, что элемент межконфессиональной вражды в ближневосточном конфликте наблюдаемый, к сожалению, имеет тенденцию к возрастанию, причем в разных странах, но прежде всего, конечно, и в Сирии, и в Ираке. И в Ираке, на мой взгляд, ситуация с этим компонентом. Конфликт обстоит гораздо хуже и глубже, чем даже в Сирии, несмотря на всю остроту сегодня сирийских событий. И это, очевидно, подталкивает многих в масс-медиа и западной, и региональной, и отчасти российской, к тому, чтобы вообще гиперболизировать роль конфессионального фактора в ближневосточном конфликте и представить вообще конфликт в целом как межконфессиональный. Эта тенденция, на мой взгляд, не только, в общем-то, неверная, но и крайне опасная, потому что эта тенденция будет только вести к дальнейшему нагнетанию и возгонке конфликта. И в связи с этим мне представляется совершенно необходимым попытаться вновь восстановить логику развития событий, точный момент появления, так сказать, конфессионального, межконфессионального фактора как значимого, и далее на основании этого и посмотреть, какова же его роль сегодня. Напомню, что нынешний ближневосточный конфликт стал прямым наследием арабской весны, хотя бы в том смысле, что он стал прямым продолжением одной из линий событий, развернувшихся в ходе арабской весны. Вот, возникнув почти повсеместно и начав развиваться в арабском мире, как протестное движение, направленное против полностью исчерпавших себя, по крайней мере, как это представлялось в оставшем авторитарных прозападных или квазизападных режимов, может быть, восходящих в качестве первичного истока ката-тюркской модели, потом кнасоровской и так далее. Вот, арабская весна практически с самого начала впитала в себя в том числе и мотивы политического ислама, это очевидно. Причем эти мотивы, которые изначально не обязательно были доминирующими, стали приобретать преобладающий характер почти повсеместно и достаточно быстро во всех странах или почти во всех странах, охваченных арабской весной. Поскольку арабская весна, опять же, обратим внимание на это, происходила почти повсеместно в странах с преобладанием суннитского направления, в исламе, то на доминирующее положение в политическом спектре очень скоро и стали претендовать движения, связанные именно с радикальными интерпретациями суннитского ислама. Братья-мусульмане, затем связанные с Аль-Каидой и нау-ваххабиты, и, наконец-то, каферисты, идеология которых получила наиболее, может быть, концентрированное выражение в ИГИЛ или ДАЭШ. Эбицентром ближневосточного конфликта стала Сирия. Будучи многоконфессиональным государством, в том случае, радикализация в ней представителей суннитского ислама, она становилась практически обреченной, в том числе и на межконфессиональный конфликт, а, как оказалось впоследствии, также и на этноконфессиональный. Это и произошло тогда, как только радикальная оппозиция стала выдвигать лозунг свержение власти правящего оловицкого меньшинства и переходе её к суннитскому большинству. Процесс радикализации опирающихся на суннитов политических движений шёл по восходящей, и уже в 2012 году доминирующее положение здесь стало занимать выросшее из сирийской оппозиции Аль-Каиды Джабхата Нусра или Ахли Шам. Обращу внимание, что в декабре 2012 года, когда в ДОХе происходило совещание НКСРОС, Ан-Нусра не только отказалась присоединиться к этой конференции, но и обвинила всех участников оппозиционных сил, включая и достаточно радикальные, но другие исламистские организации, в том, что они предатели, агенты американцев и так далее. И обвинила в том же Саудовскую Аравию и Катар. То есть, на самом деле, вот я хочу подчеркнуть, что когда начинают обвинять в Саудовской Аравии и Катар, в том, что они создали Аль-Нусру, это не так, на самом деле. Логика событий здесь шла с достаточной самостоятельностью. Другое дело, что на определенной стадии те или иные региональные и глобальные державы пытались использовать те или иные организации, в том числе и Аль-Нусру, в качестве своего инструмента, что вовсе не означает, что они таковым изначально являлись. Вот именно в это время и начинается процесс регионализации и интернационализации конфликта, который происходил в двух измерениях. Первый – это приток новобранцев и ланскнефтов из числа радикальных суннитов из региона и со всего мира. И второй – это вмешательство в конфликт на стороне оппозиции суннитских региональных держав, в первую очередь Турции, Саудовской Аравии и Катара. Ответом почти моментальным стало вмешательство в конфликты присутствующих в регионе шиитских сил, прежде всего в лице Ливанской Хизбаллы и Ирана на стороне сирийского режима. Следующая фаза конфликта – это 2013-2014 конфликт. Конфликт начинает приобретать всё более углублённый региональный характер. Создание ИГИЛ уничтожило государственные границы между Ираком втянув в общее, в том числе, межконфессиональное противостояние обе страны, как мясорубку, и расширив региональные рамки конфликта в самом прямом смысле этого слова. Неудивительно, что на стороне сирийского режима стали воевать также отряды шиитской милиции Ирака, Аль-Хажда-Шаби, и даже шииты из Афганистана и Пакистана. И в это же время, в 2014 году, разгорается и внутренний конфликт в Йемене. В нём тоже присутствует межконфессиональная составляющая в виде противоборства между зейдитами и шифиитами. То есть зейдитами, напомню, это конфессии шиитского толка и шифиитами, которые являются одним из определений суннитов. А вмешательство в конфликт Саудовской Аравии на стороне бежавшего туда президента Хади, а также Ирана, поддержавшего радикальное зейдитское движение хуситов, фактически вписало Йемен в общую канву регионального конфликта. Хочу отметить при этом, что характеризовать региональный конфликт как фронтальное суннитско-шиитское противостояние представляется совершенно неверным, несмотря на всё это. Во-первых, конфликт носит гораздо более многокомпонентный характер и не включает в себе противостояние только этих двух конфессиональных общин больших. Так, значит, радикальные суннитские движения в Сирии первые свои жертвы избрали, скорее, даже не Алавитов, а христиан и некоторые другие малые конфессии. Но, что хотел бы отметить, что это может показаться парадоксом, но наиболее пострадавшей стороной в результате конфликта на сегодняшний день в Сирии стало именно суннитское население. Потому что, если христиан, например, по самым большим подсчётам ооновским эмигрировало 1 миллион, то есть примерно третья часть христианского населения, то суннитов 6 миллионов, это более 40% суннитского населения. А то суннитское население, которое осталось, утратив свою позицию, между прочим, при этом абсолютного конфессионального большинства, оказалось разделённым между теми суннитами, которые поддерживают или занимают нейтральную позицию по отношению к режиму, и теми суннитами, которые поддерживают либо исламское государство, либо анусру и другие радикальные группировки. Поэтому теперь я не случайно задавал вопрос Николаю Дмитриевичу по поводу того, что подтверждают ли наши источники участие милиции шиитских выходцев, подчеркну, из других стран в Сирии, чужаков, в зачистке суннитских районов, например, в Алеппо и в некоторых других местах. Это ещё одна стадия возгонки конфликта, которая может спровоцировать антииранские уже настроения среди тех людей, которые поддерживают сирийский режим. Что происходит в Ираке, это вообще гораздо более кошмарная история, потому что террористические акты в Багдаде происходят с частотой раз в 2-3 дня, в течение 10 лет. Представьте себе, что это такое, на минуточку. Значит, единичный теракт уносит до 100 человек. Вот, значит, эти террористические акты совершаются, конечно, ИГИЛом. Но шиитское население обращает свой гнев на беззащитное суннитское население окружающих районов. Идут этнические чистки абсолютно зверских из туницких семей в Багдаде, в провинции Алянбар, в предместьях Масула и так далее. То есть, вот уровень зверства, он возрастает не только с одной стороны, но и в ответ с другой стороны. Теперь попытки Саудовской Аравии в ваххабизации Йемена уже вызывают. Сегодня, я думаю, и дальше вызовут еще более болезненную защитную реакцию на Йемена. Вы знаете, что йеменцы уже ведут войну, в том числе на территории ближайших районов Саудовской Аравии. То есть, тенденция к возгонке конфликта, в том числе и по конфессиональной линии, продолжается. Поэтому, я думаю, в том числе и перед нами, исследователями, стоит задача выявления тех инструментов, которые могли бы, в принципе, служить антидотом, так сказать, если позволите употребить такое выражение в направлении предотвращения или приостановки развития событий в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо большое.